Здравствуйте, друзья! Меня зовут Тимофей, и сегодня у меня появилась большая потребность обличить свое сознание, причем сделать это прилюдно. Но, вероятно, такая необходимость возникла, потому что надоело каждый раз наступать на одни и те же грабли сознания. Речь пойдет об отношениях в семье, об отношениях с детьми. И вообще семья для меня, дети, всегда являлись и являются очень важной частью моей жизни. И вот даже помню в детстве, я, будучи ребенком, подростком, размышлял о том, какая у меня будет семья, какая вообще должна быть идеальная семья. Мне всегда хотелось сделать своих детей самыми счастливыми людьми, чтобы у них было понимание родителей, забота, любовь, чтобы они все это получили, помочь им, воспитать из них настоящих людей с большой буквы, да, человеков. И это был какой-то вот внутренний порыв, какое-то внутреннее такое интуитивное знание. Но потом все это было в определенный момент искажено сознанием. Итак, какие разводки сознания я на сегодняшний день наблюдаю в себе? Во-первых, это то, что я срываюсь в агрессию. Не всегда она ярко проявлена, но, тем не менее, это агрессия, ненависть по отношению к своим собственным детям. Это звучит ужасно, но это так и есть на самом деле. Происходит эмоциональный всплеск, причем спусковым крючком. Обычно является какая-то мелочь незначительная, которую после и не вспомнишь. Но в момент атаки сознания весь мир сужается до этой мелочи, до этой какой-то надуманной причины, и происходит всплеск. А что происходит? Происходит то, что я отождествляю себя сознанием. Ведь откуда злость, откуда ненависть к детям? Почему это происходит со мной? Почему хочется накричать? Почему хочется физически наказать? Ну, наказать, то есть, как-то возвыситься над своим ребенком, показать, что я сильнее или я знаю, как правильно. Все это проявление сознания, ведь оно хочет доминировать, оно хочет указывать всем, как быть, как правильно, кто как и что должен делать. И иногда я верю ему. Я, получается, предаю Бога и верю дьяволу. Тяжело об этом говорить. Вот прямо сейчас сознание пытается как-то застопорить, ввести в ступор, не дать сказать то, о чем нужно сказать. Тем не менее, я-то знаю, что я человек, я личность. И во мне есть любовь. И я хочу приумножить эту любовь. Я чувствую это абсолютно реально. И это самое реальное, что есть в моей жизни. И огромная благодарность, конечно же, Богу и духовному миру за книги, за передачи, за те знания, которые дают возможность мне, как личности, сделать свой выбор, сделать правильный выбор, повернуться в сторону света, в сторону любви и разжать кулак. И все ответы нам даны. Также в разных ситуациях с детьми я заметил, что сознание рисует мне, как будто бы они специально провоцируют меня на что-либо. там, выводят меня из равновесия специально. И вспомнив себя в детстве, я понимаю, что на самом деле это не всегда так. Все мы, будучи детьми, просто живем, просто что-то делаем. Мы еще плохо разбираемся в трехмерности, в каких-то социальных отношениях. И мы просто получаем опыт. Что-то делаем, смотрим, как реагируют взрослые люди и приобретаем опыт. Так же и здесь. И когда что-то происходит, мои дети что-то такое делают, что кажется моему сознанию вообще ужасным или неприемлемым, это просто... они учатся, просто получают опыт, а уже как реагировать на эти действия, вот это уже мой выбор. И это моя ответственность, какие... как реагировать на это и какие шаблоны поведения показывать своим детям. И, соответственно, какой пример подавать им, потому что мои реакции будут восприняты ими, и, возможно, они возьмут пример и будет очень неправильно, если я покажу недостойный пример поведения. Поведение недостойное человека. Еще заметил такую особенность своего сознания. Ну, как заметил, жена подсказала. Сначала не хотелось в это верить, но потом понял, что это действительно так. Когда я в обществе с друзьями, мое сознание как бы становится прилежным. ну, типа, я такой хороший, классный. А вот в семейном кругу оно более агрессивно начинает подбрасывать мне предложения всяких обидок, всяких негативных шаблонов поведения. Хотя не только негативных, но бывает, что эйфорию подбрасывает. Типа, я такой классный отец семейства, и все должны любить меня и уважать за это. В общем, я прихожу к выводу, что моя семья, дети, родители, жена это мои замечательные помощники на духовном пути. И огромное им спасибо за помощь в раскрытии меня настоящего, огромная благодарность за терпение. Также хочу сказать огромное спасибо всем друзьям, всем единомышленникам международного общественного движения «АЛЛАТРА», всем людям, небезразличным к тому, что происходит на планете, вообще в мире. мы вместе и мы одна семья. Сейчас я понимаю, что такое вот это чувство из детства, вот этот внутренний порыв быть семьей, быть с Богом, быть в любви. Это касается не просто маленькой ячейки какой-то людей, которые меня окружают каждый день. Это все человечество, вся планета, это одна большая семья. И когда все мы научимся жить дружно в нашей большой семье, тогда, конечно же, у нас будет будущее. Спасибо всем друзьям, всем, кто делится своими осознаниями, пониманиями. Это очень ценно, это очень важно, это вдохновляет, это помогает двигаться. И, конечно же, огромная благодарность Богу, наш главный помощник на пути и спасибо ему за любовь, что дает. Давайте любить друг друга.